У нас другие события были на этой неделе, и, конечно, самое важное и самое главное из них, наконец-то, у нас в списке сборной появились, ждали их намного-намного раньше, лучше поздно, чем никогда решила Федерация, и, наконец, мы эти списки увидели. Были любопытные вещи, конечно, но, с одной стороны, в части самого ожидаемого, в части того, что, наверное, большинство болельщиков интересовало, состав в женском-одиночном, все оказалось именно так, писала та самая российская газета, все оказалось так, как и должно быть, по уму, ну, по уму оно должно быть так, оно так и оказалось, 7 девочек в основе, Ведведева, Загитова, Токтамышева, Самодурова, Трусова, Косторная, Щербакова, а в резерве, соответственно, всего двое, Константинова и Губанова. Много было сказано по этому поводу, что вот у нас сборная всего, ну, официально не больше 6 мест, а тут 7 отобрали место у мальчиков, ну, отобрали, не отобрали, факт остается фактом, вот их действительно 7, если формально, подходить к оценке, кто что заработал, то без сборной должна оказаться Токтамышева. Скандальное, скандальное мнение, я высказывал, но это факт, никакая не Косторная, которая была у нас на подиуме Чемпионата России, а Чемпионат России было, остается главным критерием, или, скажем так, одним из основных, в котором Токтамышева даже не участвовала. Косторная там была, Косторная победила в финале юниорского гран-при, Токтамышева по-взрослым была третьим, ну, сложно сказать, что тут выше, можно приравнять при случае, но при желании большом. При прочих равных, получается, у Токтамышевой, кроме этапов гран-при, ну, и того самого финала Кубка России, никаких соревнований-то не было. Ну, скандальность, скандальность этой ситуации очевидна, ее скандально не отправили на Чемпионат мира, отправив вместо нее Медведеву, а так как Токтамышева в Чемпионате России не участвовала, то, получается, она без сборной. Уже много, очень сильно накалилась ситуация тогда, повторить еще раз это, конечно, это было для Федерации невозможно. Более того, что самое интересное, отправили бы тогда Токтамышеву без сборной тогда, совершенно очевидно, должна была бы остаться Медведева. Медведева на Чемпионате России участвовала и была вообще седьмой, на Чемпионат мира она бы не поехала, никаких заслуг бы там у нее не было. На этапы гран-при она выступала из рук вон плохо. Вот какая коллизия у нас интересная. За счет Медведевой мы отцепили Токтамышеву, а из-за этого был большой, ну, скандал не был, скажем так, было большое бурление. Сейчас, чтобы не накалять, она в сборной, пытаются представить дело так, что крайняя Косторная, что это место не ее. Все не так. Если это чье-то место и сомнительно в основе сборной, то это, как ни странно, Токтамышевой. А у Токтамышева оно сомнительное, потому что вот та самая Медведева, с которой она там рассказывала про великую дружбу, как раз неспортивными методами ее и вытолкнула. Походами к министру там и прочее, и прочее. Ситуация в некотором смысле даже банальная, скучная. Все же понятно. Санмун, ты пишешь, финал Кубка России может читаться отборочная сборная. В каком смысле ты имеешь в виду сборную вот в эти списки? Ну, формально да. Но финал Кубка России, он всегда считался, как ни странно, гораздо более мягким турниром, чем все остальные чемпионаты. Чемпионат России, чемпионат России, чемпионат России, чемпионат России по младшему возрасту. Поэтому, если на тех чемпионатах нужно попадать в тройку или в шестерку, в зависимости от статуса, то финал Кубка России, конечно, если ты на подиум попадаешь, это хорошо, но только первое место. Поэтому, если ты говоришь, может считаться отборочной. Ну, считаться отборочной может, но первое место одно. Две девочки, и Туктамышева, и Медведева, там стоять на этом первом месте не могут. Пожалуйста, посмотрим у юниорок. Фролола была на финале Кубка России, третьей. Она в основу не попала, юниорская сборная, она в резерве. Да, третье место не второе, как у Туктамышева, но все-таки. А если мы говорим о отборочной сборной, именно сборной на главные старты, то тут я вообще согласиться не могу. Финал Кубка России не может считаться отборочной сборной. Финал Кубка России, с точки зрения главных стартов, всегда был проверкой резерва ближайшего. Именно так. То есть, когда попытались представить, что это у нас отборочная сборная, что здесь выбирается тот, кто поедет на чемпионат мира. Всячески это провозглашали, ничего подобного. Никогда такого не было, и вот опять, как говорил Черномордин, если у нас сразу место отдали Туктамышеву и потом сомневались в ее форме, отлично, она участвует на финале Кубка России, чтобы проверить. Она там показала себя хорошо, она и должна ехать. А то зачем вообще нам чемпионат России, зачем нам там места какие-то, если у нас вот одно или даже больше мест через финал Кубка России может распределяться. Давайте поменяем регламент, давайте официально это в регламент впишем. Ну, давайте впишем. Сначала вы отбираетесь через чемпионат России, а потом отбираетесь еще через Кубок. Может быть, кто-то в чемпионат России будет вообще пропускать. А зачем, если через финал Кубка можно зарабатывать, в кавычках. Да, Ник, ты правильно говоришь. Зачем вообще было выделять кого-то? Почему не сказали, что не могли выбрать из семьи? Ну, видишь, это вопрос жадности. Эти люди, которые занимаются новостями, которые как раз трактуют новости, они всегда пережимают. Им кажется, что кашу маслом не испортишь, если мы занимаемся набросами, если мы делаем какие-то намеки, если мы недобросовестную информацию представляем, то чем больше, тем лучше. Чем больше этих набросов, чем больше каких-то намеков, тем лучше. Получается, прямым текстом сказали, что здесь кастерная и лишняя. Хорошо, это наводит нас на разбирательство. А кто же действительно лишний? И почему так случилось? И все сразу можно разложить по полочкам. Федерация обделила Туктамышеву с пользой Медведевой. А теперь, соответственно, чтобы компенсировать, всячески ее поощряет. Вот как обстоят дела. Но при этом обделить еще кого-то, разумеется, не хотят и не могут. Поэтому вот такое соломоновое решение. Все очень просто. Ладно, идем дальше. Еще один плач у нас был по Константиновой. Как же так? Константинова в резерве. Как же так? Я с самого начала говорил, что так будет. Ничего нового ни для меня, ни для вас, я надеюсь. Для всех, кто фигурным катанием интересуется. Не только во время чемпионатов мира и Европы. Ничего нового в этом решении нет. Она просто не дотягивает даже до самых слабых из первой семерки. Условно, даже до Сони Самодуровой. А так как девочек уже и так семь, ну куда там Константинова, опять же, которая 200 баллов даже не разменяла официально на международных соревнованиях. Чейбилат уже стал притчей во языцах. Опять у нас устроили где-то плач про Константиновой. Не хочется даже на этом останавливаться. Она на своем месте. И вообще говоря, это место для нее, даже это место не бесспорно. В этом сезоне у нас во взрослые вышли трое из Крустального. Уже официально распределение этапов Гран-при у нас будет через неделю, кстати. Так вот мы ждали, ждали и дождались. Уже через неделю, следующие воскресенья мы будем иметь на руках. Я надеюсь, что будет первоначальный вариант распределения, пока кто-то не начнет травмироваться и сниматься. Будет о чем поговорить. Так вот, Тарусина в соцсетях, отвечая на вопрос на этой неделе, рассказала, что остается в Венеорах. Опять же, то, о чем мы многократно уже говорили, подтвердилось. Просто нет места и возрослых. Трусова, Костерная, Щербакова уходит. Каким образом Тарусина будет смотреться на их фоне? Каким образом ее будут оценивать на фоне вот этих наших девочек? А мы знаем, как придирчивые иностранцы в оценивании наших. Когда есть кто-то лучше других, остальных сравнивают не с иностранками, а с нашими лучшими. Поэтому она остается в юниорах. И получается, что в юниоры, в смысле, в взрослые, выходит только троица из Крустального. Понятно, что это создает определенный дисбаланс. В каком смысле? Ну, в том смысле, что кто-то из других, может быть, девочек, тоже хотел бы выйти, но не удалось. И в следующем сезоне, в том, который будет, каждая из них попытается доказать, что именно она достойна выйти во взрослые. И Тарусина, и Тараканова, и Васильева, и Канышева, и Синицына, и, может быть, кто-нибудь еще. А что значит выйти во взрослые? Во взрослые любая из них может выйти хоть сейчас, ну, кроме Канышевой. Она как раз, у нее это будет первый сезон, когда она сможет выйти во взрослые. Но имеется в виду получить взрослые этапы Гран-при. А как можно получить взрослые этапы Гран-при? Выбить кого-то из тех наших, кто там уже есть. Потому что квоты, больше 18 этапов на страну быть не может. Квоты никто не отменял. И понятно, что вот эти голодные до фигурного катания девочки и Константинова, кто-то может сейчас плачь по Константиновой устраивать, что вот нечестно-нечестно она в резерве. А тут вот она совсем-совсем не кит и совсем не акула. Она мелкая рыбешка. Акулы точно так же сидят в юниорах. И все будет решаться точно так же, как и в этом сезоне, бестами. У кого будет выше бест, кто-то и получит этапы. Губанова в резерве так же. Вообще говоря, на резерв она не накатала. Опять же, если говорить про резерв, если Губанова в резерве, в которой ее там быть не должно формально, то тогда почему в резерве нет Саханович? Почему в резерве нет Гуликовой? Ну, мы же рассчитываем на них. Если так положите руку на сердце, мы рассчитываем на юниора, которые могут выйти через год уже во взрослые. И мы рассчитываем на тех, кто уже не в юниорках, кто уже свой шанс упустил, а некоторые даже и не по разу, но кто могут все-таки вернуться. Непонятно, почему, что помешало, какие соображения помешали тем девочкам, которые продолжают бороться и находить мотивацию. В первую очередь это и Сахановичи, Настя Гуликова в меньшей степени это Соскова с Родионовой. Почему их нет в резерве, неясно. Для меня совсем неясно. Ну, Соскова с Родионовой, ладно, это дела ЦСКА. А почему вот Губанова, которая ничего не показала в этом сезоне, она есть в резерве, а Саханович и Гуликовой нет, я не понимаю. Странная история. Ну, вот смотрите, в прошлом сезоне в резерве взрослой сборной была Погорилла. Казалось бы, не сильно рассчитывали на нее уже, но она была. Родионова была. Та же самая Саханович была. В позапрошлом сезоне у нас в резерве была и Леонова, и Лепниска, и Сотникова. То есть вот резерв. Кто попадает в резерв, и как это работает, вы должны понимать. У нас есть основа. Основа – это те, кому уж называется честь знамени, честь флага защищать. А есть резерв – это те девочки, это те спортсмены, на которых рассчитывают. Как бы расширенный список, расширенный состав. Есть основные футболисты, которые выходят на поле, а есть запасные. Запас. Кто из них, понятно, что запас, он хуже основы, безусловно, но кто из них выйдет, да, кто из них выстрелит, кто из них сумеет здорово улучшиться. Непонятно, почему этот запас ограничен Константиновой и Губановой. Для меня большой вопрос. Чем провинилась Настя Галюкова, чем провинилась Тима Саханович? Формально, там, можно формально искать формальные критерии, кто где катал, кто на что накатывал. Но с этой точки зрения, тогда и Губанова тут лишняя. А тогда у нас вообще никого не остается в резерве. Одна Константинова, которая обиженная-разобиженная. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова